Добро пожаловать на канал Базар ТВ. Канал с полными обзорами наших устройств, а также операционной системы Microsoft Windows. Приветствую вас на канал Базар ТВ. И сегодня я покажу Windows XP Build 2474. Оказалось, что эта сборка Build 2474, это же полностью Windows XP, дорогие телезрители. Вот так вот, а не Wester, как обычно. Но пока ещё можно назвать тупо Wester, потому что тут почти законченная работа Windows XP. Знаете почему? Вот если я нажму Logo и вот здесь Logo, то... Вау! Как движется значок Windows XP. Такого не было в оригиналах, дорогие телезрители. Вот. Иногда бесят эти звуки, потому что вот... Вот вы сейчас видите Windows XP, ранняя сборка, а звуки от Windows 2000. Но это же Windows XP, который вы сейчас видите на экране. Хотя это ранняя сборка, но к Build 2481 тут добавили новые звуки. Это уже как вы слышали в Windows XP в оригиналах. Страноватенько, однако. Один ярлычок в файлобак-репорт. Баги какие-то тоже были. Можно подать жалобу корпорации Microsoft. Но сейчас сделать этого невозможно, потому что уже Windows XP была выпущена. Появилась возможность закрепить на рабочий стол мой компьютер. Благодаря пуск, мой компьютер, правая кнопка мыши, шоу он декста. В предыдущих сборках его не было, а вот сейчас это есть. Браво, Microsoft, молодцы. Но это уже почти законченная работа под Windows XP. Пока что потихоньку можно сказать, что это Windows 2000. По ядре. Но это, на самом деле, ранняя сборка Windows XP. Хотя, конечно, что говорить. Ну ладно. Нажал пуск, значит я расскажу все софта. Мой компьютер, правая кнопка мыши, свойства. Всё по-настоящему. Русский язык поддерживает клавиатуру. Интерфейс английский. Конечно, что говорить, потому что это ранняя сборка. Русскую очень сложно найти. Очень-очень сложно. К примеру, Build 2462. Очень-очень сложно найти. По крайней мере, я не нашёл. Так, все программы. Есть Windows Update, но он не работает. Начнём со стандартных программ. Значки обновились. Кстати, в панели задач, исчезли быстрые доступы к значкам панели управления. Также исчез значок Media Player. И третий значок тоже исчез. Ну, идём дальше. Специальные возможности. Есть настройка Diodi с ограниченными возможностями. Тут всё как обычно. Экраны лупа, которые можно увеличивать экран. Таким вот образом. Исправление с надписями есть. А вот, выравниваются значки не по сетке. Пока что. Экранный диктор. Чего? Я только что настроил громкость 9. А тут не произносит. Даже это не произносит. Вот это баг. Дорогие те языки. Когда я настроил громкость. Дальше Microsoft SEM больше не произносит. Интересно, интересно. Экранная клавиатура. Значок вроде бы старый. Но вот обновили. Всё в порядке. Можно ввести с экрана. И у Тиэти менеджер, который позволяет запускать нескольких программ специальных возможностей одновременно. О. И что? Сотверный баг у Microsoft Narodal. Это то есть экранный диктор. Вот и всё, пожалуй. Всё, что я заметил, то и я рассказываю. Так. Гипертерминал. Который можно соединиться с модемом, с коммуникатором, копировать сюда текст. Осуществлять звонок. В общем, это всё, что мы получаем в комплекте. Настройки интернета, но настроить, конечно же, не будем. Потому что интернет и так работает после установки Windows. XP-Biode2474. Network Connections. Это свойство интернета. Тут всё в порядке. Всё по-настоящему, но почти готовая сборка. Так вот и говорю. Настройки сети какой-то. А также подключения к удаленному рабочему столу. IP-шник и её имя и вперёд. Также есть опции. С коммуникацией всё, развлечения. Звукозапись сохраняет в формате WAV, но с ограничениями 60 секунд. Есть настройки и их эффекты. Всё как обычно. Регулятор громкостей. Плюс ещё дополнительно. Как же я говорил. Почти готовая сборка. Вот вы видите. Квадрат с чёрными глазурями. Так можно смело назвать. И Windows Media Player. Обычный. Вот и всё. Игры. Что, что, что? Обнаружил ещё один баг. Вот смотрите. Заглянул в стандартное. Игры. Сюда поместили интернет-игры. Они, слава богу, работают, потому что это Windows XP. А вот обычные, вот сюда. Как удивительно, да? Для начала я начну с интернет-игр. Закончу с этими. И потом обычные игрушки пойдут. Зато вот эти функции, панели управления и всё остальное, что я рассказал и в прошлом выпуске. Интернет-награды. Интернет-шашки. Интернет-шашки. Оу! Противник вышел из игры. Мало кто пользуется. К сожалению, из-за Windows 7 в актуальностях. Интернет-шашки. Интернет-червы. Вот, всё-таки работает игра, даём пас, ждём. Оу, как удивительно, да? Прерывается связь с игрой. Интернет-ревресси, воёвывание монет. Воу, как воёвывает. Нету хода. О, наконец-таки. Оу. Так можно смело играть. Интернет-пики. Да, соединяют иностранцы. Вот арабский, испанский, английский противник. Так, я золотой номер три, скажем так. И ничего не происходит. Ладно, обойдёмся. Системные утилиты. Активация Windows. Что самое интересное. Вот, вы видите активацию Windows. Сколько дней. Самое интересное то, что не пишет, что активация уже прошла. Для этого нажмите ОК. И тут видно, что не пишет. И опять же, как будто надо активировать. Об интернет-экспору мы говорим потом. Сначала системные утилиты. Надо же всё рассказывать, чтобы не задавать грубые вопросы. Чтобы избежать грубые вопросы. Есть архивация данных бэкап. Пишем же видео. Две истории. Выпусков. Этих операционных систем. Бета-версии и айфа-версии. Таблица символов. Да, ещё. Эту сборку называют ещё. Пре и из кандидат 1. Ощистка диска от какого-то мусора. Диафрагментация диска. Соединение с компьютером. Новый компьютер. Старый компьютер. Назначенное задание. Также. Системная информация. Здесь указывается, что это Windows XP. И так далее. И системное восстановление. Хорошо, что тут всё по-честному. А то в прошлых сборках тут, как на Вайстере. Бывшем. Адресная книга, которая позволяет занестись в списки людей. Крикулятор есть обычный, есть наушный, со всякими функциями. Командная строга. Командная строга. Поинт обычный, как на Windows XP, в принципе, сохраняется в любом формате. Синхронизация есть. Синхронизация есть. Подставить, ставить, ставить ярлык. Всё, что нужно. Мовый мейкер. Запись. Также есть импортирование медиафарбов. Ну и так далее. Для создания клипов. Вот под обычный. Конечно, что говорить. Печатать документы с какими-то элементами. Например, картинки. Всё, как обычно. До Microsoft Office. На вашем компьютере. На этом всё с программами. Теперь игры обычные. По сеансу, свободная ячейка. Прямо два раза. Так, червы. Давайте проверим. О, а то в прошлых сборках баги были с комбинацией клавиш. Я поиграл. Не повезло. Не повезло. Бывает. В прошлых я выиграл. Тут не всегда получается поиграть. Но всё-таки. Сапёр есть обычный. Вполне нормально себя ведёт. Есть трёхмерная игрушка пинбол. Тёхмерная игрушка пинбол. Тёхмерская игрушка пинбол. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот, смотрите, картинки старые. В Windows XP там другие картинки. Совершенно другие. И пассиан с паук. Автозапуск. Который позволяет запускать программу после включения компьютера. Теперь Internet Explorer. Можно просчитывать русские сайты. Берут 2474. Пока старый значок Винде. Что ж поделать. Пока ещё ранее сборка. Риз такой. Есть MSN Explorer. Так. А что зависаешь-то? Дай выйти. Пожияй меня. Я не хочу MSN зарегистрироваться. И так понятно. Microsoft Network. Можно что-то, типа, общаться. Зависает программа. Не хочет жиеть меня. Пока закрывается, идёт. Дальше. Outlook Express. И это тоже зависает. Такого быть не может. Такого быть не может. Раз MSN зависает. То Outlook Express зависает. А давайте перезагружим, что я. Ну, как. Так, с помощью логов. О, движется значок. Как я уже говорил. В оригиналах такого не бывало. Когда же, наконец, добавят звуки Windows XP? Конечно, к билду 2481. Я смотрел видео точно. Нетушки. Outlook Express зависает. Всё. Отпад. Есть Windows Messenger. И тоже с зависаниями. Зайдём в панел управления. Что ж поделать. Хочу в контр-панел. Эээ, Вася! Очнись, давай. Бывает, не всегда получается, дорогие эти язычки. Не всегда получается в этой сборке. То бывает нормально загружается, то бывает с зависаниями. А ведь не просто так. Так. Контрол удалит. Свитч-то не работает. Есть. О, наконец-таки. Наконец-таки. Панел управления загрузилось. Так. Вот это нормальный режим Windows XP. А вот это классический режим. Есть настройка Специальных возможностей. Но это же ранняя сборка, поэтому судить невозможно. Установка оборудования. Добавление удоения программ. Административные утилеты. Дата-время. Экран. Тут можно настраивать темы. Фоновый рисунок. Заставки. Световые схемы. Пока что только одна. И настройки экрана. Свойства папки. Шрифты. Джойстики. Опции интернета. Свойства образовать ее. Ковиатура. Мышь. Свойства сети. Это уже управление интернетом. Телефон и модем. Реактор питания. Принтеры и факсы. Язык и региональный стандарт. Сканеры и камеры, если поддерживают. Назначное задание. Звуки и аудио устройства. Речь. Система. Панель задачи и меню «Пуск». Панель задачи и меню «Пуск». Так же «Юзер аккаунтс». Как вы понимаете, «Юзер аккаунтс», как и в «Ластере», происходит вот так вот, с зависаниями. В оригиналах все исправлено. Дальше все увидим. Так, что я вышел? Хотел показать еще. Вот это справка и поддержка. Поиск. О, собачка появилась. Неужели. В этой сборке. Первая сборка с собачками. И команда «Выполнить». Пожалуйста. И на этом обзор заканчивается. Какой итог? Windows XP Build 2474. Я хотел назвать «Вайстером», а тут получается, что понапихали, что это же Windows XP. А не «Вайстер», как обычно. Но смело можно назвать «Вайстером», но... По сути дела, что название видео... И так уже понятно, что это Windows XP. А не «Вайстер». Есть некоторые какие-то элементы баги. Но зато сборка хорошая. Спору никаких нету. Панель управления немножко с зависаниями. То бывает быстро открывается. То бывает с зависаниями. Ауток Экспресс зависает. MSN Экспору зависает. А все остальные программы работают на ура. Спасибо вам за просмотр. Подпишитесь на наш канал. Это очень важно для развития канала. Почему я двигаю мышку? Потому что вдруг... Видео будет урезанное. Когда бывает зависает, то урезает видео. До свидания. Спасибо за просмотр на нашем канале. Если вы не зарегистрированы на YouTube, тогда все наши видеообзоры, полные обзоры на Базар.ТВ вы можете увидеть на сайте www.bazardefiz.tv.тк Субтитры создавал DimaTorzok